Посмотрел ролик на канале ТНТ. Некие граждане выступают с инициативой реконструкции детской площадки на этой территории. Как мы видим, территория ограничена в пространстве. Это овраг и проезжая часть. Выступление женщин в сюжете комментирует, что здесь будет построена парковка на 300 квадратных метров. По проекту на этом участке планируется создать автопарковку в 300 квадратных метров, заменить имеющиеся игровые сооружения на сертифицированные и увеличить их количество, а также обустроить Красную Горку. Времени на все до конца года. Если посмотреть на эту площадку, то, наверное, она и занимает всего 300 квадратных метров. То есть это займет всю территорию вот этой площадки. Строить на территории рядом вот с этим святым родником запрещено, так как там лесопарковая зона, там любое строительство запрещено. Забор сносить тоже вряд ли. Другая женщина говорит, что здесь будут отремонтированы и построены новые карусели, качели. Вот эту всю конструкцию оставить бы нам, подреставрировать и как бы всю новую сделать. Дети у нас зимой тут все катались, все из города жители приезжали. Мы просим, как говорится, помощи, чтобы откликнули на нашу просьбу все. И вот непонятно, что тут вообще хотят строить. Или парковочное место для проведений, как одна женщина сказала в сюжете, свадеб. Молодожены вот придут, у нас святой источник, родник тоже. Где молодожены будут сидеть, отдыхать с гостями? Для приема гостей столики, употребление алкоголя и прочее, прочее. Или же аттракционы для детей. Деньги уже собираются. Вчера ходили депутаты с нашей улицы, с Чкалова 27 женщина ходила. Собирала деньги, все как бы под подпись. Да, согласна, потому что детям даже негде прийти. Но что они, дети, здесь будут делать? Ни площадки нету, ничего. Или же, как говорит мужчина, который хотел здесь получить место для коммерческого объекта, тюбинги, который стоит с одного человека от 120-150 рублей. Я в свое время обращался к главе администрации района нашего, просил, дайте мне в аренду, это было 5 лет назад еще. Дайте, но он из-за своих личных отношений ко мне, симпатии, антипатии, мне не дал эту землю. Тогда у меня были свободные деньги, я готов был это сам благоустроить за свой счет и все это организовать. Проект того, что я хотел у него на столе лежит, в администрации поселкового совета лежит. Я предлагал сделать горку, построить кафе здесь, с туалетом, с теплым, как положено, чтобы люди отдыхали. Получается какая-то коммерческая инициатива получить на халяву денег с республики и осуществить предпринимательскую мечту благоустройства вот этой территории, чтобы здесь собирались люди, построить какое-то кафе, туалет теплый, что-то еще. Ну, как будто бы для благих намерений. Но вот что-то сомнение все равно как-то распирает, что по инициативе вот этой Николы Березовки. Также не спросили людей, люди не высказывали в сюжете ТНТ, что вот эти, которые вот люди живут на этой территории, вот как они относятся к данному проекту. Согласны ли они с тем, что здесь будет постоянное движение автомобилей, собираться люди. Как женщина также выразилась, не только свадьбу будут приезжать за водичкой, но и отмечать тут шумные компании. Также, вот здесь смотрим, пивные бутылки валяются. Там, где бетонные блоки, это такой какой-то самодеятельный мангал был организован. Опасный склон. Теперь о перспективе строительства самой детской площадки на территории вот этой территории. Что до остановки больше, наверное, полутора километров. Детям поиграть надо добираться здесь, наверное, с родителями на автомобилях. Если будет парковочное место, здесь не останется места для самих качель. Надо искать другое место. Почему бы не сделать с той стороны парка, около Дворца культуры, предположим. Много непонятного. Тут скорее подозрительно, чем непонятно. Еще раз подчеркну, что тут, мне кажется, очень большая заинтересованность чиновников в получении этих денег, миллиона, с бюджета республики. Вообще, это территория муниципалитета. И муниципалитет должен думать о состоянии, о содержании, о благоустройстве. Место не очень хорошее. Интересно, что потом скажут эти жители, которые живут на этой улице, о том, что здесь постоянно будет движение, будет шум, свадьбы, горько и прочее, прочее. Наверное, они не будут поддерживать эту инициативу. Краснокамский район и само село Николай-Березовка не ограничены в территории, как город Нефтекамск. Здесь достаточно мест, где удобнее построить большую детскую площадку. Полтора миллиона сумма немаленькая, не проще ли выделить другой участок, найти другой участок и потратить эти деньги на строительство нового объекта, чем строить здесь, на краю оврага и болота. Ну, только из одного пейзажа. Из-за этого горизонта, из-за этой речки. Из-за этого горизонта, из-за этого горизонта, из-за этой речки.